Первое предисловие. Конец жизни. Подзаголовок. Церковь аппарата. Мильштейн и Теппер начинают рассказ. Если выражаться словами известной израильской песенки, то мы оба родились в одной деревне, не в центре и не на границе, и не на палубе корабля нелегальной Алии. Частный врач не обхаживал наших матерей, когда мы созревали в их чреве, и мне были приготовлены отдельные комнаты, чтобы родить нас в идеальных условиях. Все это мы делаем сейчас для наших жен и дочерей. Нас не баловали на первых шагах нашей жизни. Наши матери были упрямы, наши отцы были «астронавты» в кавычках, головы их парили в высях утопий. Моему отцу сегодня девяносто. По взглядам своим он все еще якобинец троцкистского типа. В девяносто четвертом году он голосовал за Хаберфельда ради рабочего класса в кавычках. Он не слышал о понятии «курсив» «церковь аппарата» «курсив» и не знает, что Бен-Гурион шел по пути Сталина, а не Троцкого. Наши отцы любили быть трудящимися. Их заворожила риторика социал-сионизма. Их верность идеологии была выше, чем верность земле, Израиля или еврейскому народу. Потом они будут называть эту идеологию гуманизмом. Ни единого раза не совершили они гуманного действия. В биологическом виде человек под вид гуманистический еще более редок, чем под вид интеллектуальный. Но под вид уничтожающий осуществил мимикрию. Он усвоил их риторику. Отец Арье совершил невозможное. В кибуце Ягур он стал руководить закупками, хотя его взяли, чтобы он был строителем. Если бы отцы-основатели могли предугадать, что он будет руководить закупками, его бы не приняли в кибуц. Отец Арье провел больше лет своей жизни в городе, чем в хозяйстве в Мешаке. В конце концов, он нашел себе другую жену и окончательно переехал в Тель-Авив. От своего отца Арье получил урок. Кибуцник мечтает исполнять общественную миссию вне кибуца. Лучше всего в Тель-Авиве, а еще лучше за границей. Он понял этот закон, заметив, что лучшие силы поступают в точности, как его отец, и все вместе жалуются, как плохо им жить вне хозяйства. Но если, не приведи Бог, у них отнимут их общественную миссию и вернут работать в хозяйство, тогда они поднимут крик и будут утверждать, что их режут по живому мясу и оставят кибуц навсегда. Для Арье это был урок реализации ценностей. Через несколько десятков лет этот урок выучила вся израильская публика на скандалах Ашера Ядлина и биржевых спекуляциях кибуцев. Арье угрожал отцу, чтобы защитить мать. Ники-Буц интересовал его. Только семья. Отец для него был паразитом. В семье Арье видел высшую ценность. Для него было нестерпимо противоречие между провозглашаемыми принципами и фактическим поведением. Он требовал от отца достойного поведения. Отец ответил ему, что есть вещи, которых он не понимает. С тех пор прошло полсотни лет, и Арье все еще не понимает, хотя сам он прошел и развод, и вторую женитьбу. Простившись с мирой, он постарался найти ей хорошего мужа и согласился, чтобы он усыновил его сына. Сын погиб в войну судного дня. Приемный отец Арье Браун участвовал в телевизионной программе. Он представлял там осиротевшие семьи. Арье молчал и получил инфаркт. Это кодекс рыцарского поведения. Арье считает, что справедливость есть расположение вещей по их законным местам. Так полагал и Аристотель. Арье действовал в нормативных кодах ответственности. Он не привел в исполнение смертный приговор отцу, но честный взгляд на реализацию системы ценностей не оставил места вере в мораль людей, обслуживающих аппарат. Халуцианская лицемерие, которое он наблюдал в зеркале своей семьи, вернуло его к первичному мышлению, свойственному эпохе до начала нынешней цивилизации. Арье понял принцип. Интеллектуальный анализ обстоятельств сообщает абсолютную тактическую способность. Мой отец основал фонд безработицы. Он думал о безработных, пока аппарат строил себе дворцы. Аппарат отомстил ему, отвесив пенсию в 300 долларов ежемесячно. 25 лет мой отец борется с этой несправедливостью. Контрольная комиссия отвергла его жалобу. Но он все еще ищет справедливости. Он отказывается взять адвоката. Он верит, кавычки, в принцип единства трудящихся, кавычки. Может быть, эта борьба поддерживает его жизнь. Мой отец не оставит наследство. Он был и прибудет оружием аппарата, средством его борьбы за власть и выживание. Беременность угнетала наших матерей. Рабы сионизма создавали тогда фундамент того, чему предстояло стать государством. Моисей, Моисей Моше бен Амрам, вывел свой народ со строек египетских городов в пустыню на свободу. Там он создал армию для завоевания страны Израиля. Моисей понимал коды армии и войны лучше, чем кто-либо другой в нашей цивилизации. Под его командованием вооруженный сброд вчерашних рабов уничтожил армию Египетской империи и за 40 лет упражнений и маневров в пустыне стал профессиональной армией, маленькой и умной. Военная доктрина Израиля развалилась вскоре после поражений войны судного дня. Теперь все высшие офицеры декларируют необходимость обновить армию и сделать ее маленькой и умной. Никто пока не сумел этого сделать и меньше всего способны на это Дан Шамрон, Иуд Барак и Амнон Шахак. Цахал проиграл Интифаду. Он бежал из лагерей беженцев в секторе Газы. Цахал сейчас – это армия большая, громоздкая и глупая. Давид Бен-Гурион сковал своих подопечных наручниками, дабы не увернулись от строительства страны, от строительства партии, от строительства гистатрута, от строительства аппарата. Он собрал евреев в Восточной Европы, мечтавших быть якобинцами Франции или, на худой случай, пионерами Дикого Запада. Он превратил их в сталинцев Палестины. Это один из величайших обманов, известных в истории. Бен-Гурион был великим большевиком Святой Земли. Он хотел иметь в своем распоряжении силы и инструменты – гистатрут, банк-гапа-алим, кибуцы и пальмах. Без них ему не удалось бы сломить ревизионистов и эцель и создать хорошо смазанный аппарат. Главным в его глазах был аппарат. Молитесь ему по утрам, служите ему днем и охраняйте его ночами. До сих пор Бен-Гурион считается неоспоримым авторитетом. Его решения обязательны для нас. Смерть вождя не отменяет обязательности решений. Она только усиливает авторитет. Он перейдет теперь на «продолжателей» в кавычках. Рабин и Перес служили Бен-Гуриону в 1948 году. Они «видели Ильича» в кавычках, входили в его рабочий кабинет. Поэтому нам предназначено служить им пожизненно и посмертно. Таково кредо религии аппарата. Решения аппарата неоспоримы, гениальны и вечны. Жаботинский и Бегин осмелились не соглашаться с Бен-Гурионом. Значит, они недостойны стоять во главе государства. Всякий, кто думает иначе, предатель. Он вонзает нож в спину. На крайний случай его надо просто упрятать в психушку. Никто и не спорит. Мы сумасшедшие. Наши родители были людской пылью в храмах аппарата. Религия аппарата победила в первой половине XX века. Наши родители плясали хору и клялись не критиковать аппарат до конца дней своих в знак благодарности за то, что им оказали честь быть людской пылью в храме. Церковь аппарата была основана в начале нашей цивилизации. Десять тысяч лет назад. За шесть тысяч лет до того, как Авраам бен Терах Авраам Авину основал религию Израиля. В XX веке религия аппарата сильна, как и прежде. Когда наши родители приехали в страну, они были принесены в жертву ее идолам. Сегодня аппарат есть необходимое зло, и его надо держать под контролем, чтобы оно не перешло границ. Бен-Гурион поставил надсмотрщиков над своим народом. Леви-Эшколь, Шрага-Нецер, Пинхас-Сапир, Голда-Мир. Потом он понял, что ошибся, и восхотел сменить религию, из высшего класса вернуться в народ, но было уже поздно. Высший класс уничтожил все лучшее в земле Израиля. Для народа не осталось места, только для класса. Официоз изгнал своего основателя в политическую пустыню и спустя много лет вернул его импотентом, чтобы использовать как символ. Символ – это тот же миф. Люди аппарата наклеивают на все этикетки символов. Им необходимы мифы. Бен-Гурион старик и Бен-Гурион покойник – это изустный эпос. Он полезен для воспитания сограждан. Ныне Бен-Гурион – легенда, которую он сам презирал в конце своей жизни. Мы тоже воспитывались на этом эпосе, но нам было известно и нечто другое. Цитата «Человек рожден свободным, но повсюду надеты на него кандалы». Жан-Жак Руссо Кандалы интересовали нас больше, чем арестанты и стражники. Наши родители утверждали, что кандалы – это священная утварь храма. Мы говорим, что это мерзость, которую надо уничтожить. Мы догадались, что легенда – это сталь, из которой куют кандалы, что эпос – это великая ложь, рождающая рабство. Поэтому аппарат вынес нам приговор еще до нашего рождения.